Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, зрители моего канала! Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, обратную связь. Благодарю, очень приятно! Смотрите, пожалуйста, на моем канале второпрогнозы для каждого знака зодиака на неделю, на месяц, ну и на год уже есть. А также такие расклады на отношения общие. А сейчас, дорогие мои весы, что у нас тут? О, рыцарь мечей, желание поставить все точки над И, срочные командировки. Вот что может ожидать, что-то доказывать придется, вот что может ожидать наших весов на неделе с 23 по 29 января. Сейчас мы будем смотреть, что вам подскажут карты на этот период. Итак, первая карта. Красивая карта. Ну, такое у меня часто бывает почти все время. То есть, то, что засветилось, потом почему-то вдруг, причем первой, очень часто, если просмотреть все мои пронозы, заметите, достаю именно эту карту. Не зря она светилась внизу. То есть, дорогие мои весы, на этой неделе вам даже может быть, может быть какой-то конфликтная ситуация. Не то, что до драки, но конфликтная. В которой вам нужно будет доказывать свое мнение, защищать свои мысли, цели, проекты, у кого что, расклад общий, точку зрения. Также вам захочется, и вы будете готовы к этому, красноречиво поставить точки над И, то есть решить какой-то конфликт наконец-то. Надоел он уже вам. Также по этой красивой карте могут быть срочные командировки, поездки, которые нельзя отложить. Вот такая вот ситуация. Дальше, дорогие мои весы, для вас карта. Ой, шестерка, чаш. Сейчас расскажу. Это карта такого... Во-первых, это может быть свидание с подарком, с цветочками. Приятное свидание. Также это может быть поездка в родной дом к родителям, там, где вы родились. Это может быть празднование какого-то праздника или просто посиделки с роднёй, когда родня встретилась, и вот решили посидеть за столом. Это может быть привет из прошлого. По этой карте часто возвращаются возлюбленные, бывшие. И, кстати, иногда эти отношения не просто они появляются. Позвонил, пришёл, сказал привет. А могут возобновляться эти отношения. Старые отношения. Так, что ещё? Может быть, такой вы просто захотите посмотреть свой альбом с фотографиями, и, знаете, у вас будет такая ностальгия. Вы будете смотреть фотографии, вспоминать прошлое. Также, возможно, может быть, ещё такое. Вам могут вернуть долг, который вы уже не ожидали, что он вернётся. Может быть, даже из дальнего прошлого. Ну, по крайней мере, давно кто-то должен, и вот человек принесёт, вернёт долг. И так же бывает ситуация, когда по этой карте можно найти какую-то вещь в доме, которую потеряли и уже не надеялись найти. А может быть, уже и забыли, что вы её потеряли. Вот так вот, дорогие мои весы, ещё карта для вас. Девятка. Чаш. Замечательная карта. Карта исполнения желания. С такой божьей коровкой красной. Прямо как я сегодня красненькая. Это карта, я же сказала, исполнения желаний. Когда ваше желание исполнится, вы приложили к этому усилие. Вы молодец. Вы очень довольны собой. Я молодец. Я это сделал. Исполнение желаний. Успех. То есть вы довольны всеми будете частями своей жизни, как и духовной, и физической, и материальной. В общем, всеми сторонами своей жизни. Ну и побалуйте себя. Купите себе что-то, то, что давно хотели. Сходите куда-то, куда хотели. Поедьте туда, куда хотели. В общем, пришло время себя побаловать. Вы молодец. Давайте себя побалуйте. Так, еще весы. Туз Жезлов. Что говорить? Опять классная карта. Значит, Туз Жезлов говорит о том, что у вас может, во-первых, появиться жизнь. Судьба вам дает такую, знаете, супер-возможность, супер-идея вас может посетить. Такой большой потенциал у вас будет. У вас появятся возможности. Начало чего-то нового, классного такого, знаете, энергичного, нового дела. Судьба вам все-таки будет, вот даст такой толчок чему-то. Начало чему-то новому и хорошему, и нужному, и полезному. Так же эта карта говорит о приятном сексуальном свидании, приключении. О такой страсти может еще говорить. То есть, будьте внимательны. Вот такое тоже может быть у наших весов на этой неделе. Так, еще карта. Восьмерка чаш. Восьмерка чаш говорит о таком эмоциональном выгорании. Кто-то, может быть, вот настолько перевозбудится и будет наполнен энергией. Может быть, у кого-то такое эмоциональное выгорание. Это может связано быть с какой-то ситуацией уже давнешней, которая уже давно могла вас мучить, расстраивать. Вы за нее переживали. Душой имеется в виду. И вот, наконец-то, вы решились уйти от этой ситуации. То есть, тут такая ситуация. Уйти к лучшему. Это уход в лучшее. То есть, в любом случае. Потому что тут уже эмоционально выгорели. Устали. Надоело. Хочу чего-то нового. Буду искать новое. Вот такая ситуация может быть. Сейчас раз такая карта. Сейчас посмотрим. Еще одну достану после этой. Ой, вылетело. Ну, все вылетело. Ну, все замечательно. Опять вылетел старший аркан. Сила. То есть, вы справитесь с этой ситуацией. Не думая, что это будет серьезное. Потому что, если сила, она перекроет. Вы сдержите свои эмоции, своего зверя внутри. У вас будет сила воли. Такое, знаете, самообладание. И вы пойдете дальше. Вы справитесь с этой какой-то такой небольшой печалькой. Понимаете? И пойдете дальше. Сила, она дает силу воли. Равновесие, чтобы не было никаких перекосов. И справитесь, идете дальше. В общем, у вас получится. Все будет хорошо. И вперед к новым успехам. Так, дорогие мои весы. Еще одна карта для вас. И старого ангела в совет. Сейчас надену очки. Тут не вижу. Десятка мечей, кажется. Ну, вот видите. Это тоже карта окончания вообще. Десятка мечей. Это логический конец. Исход какой-то ситуации. Причем неприятной. А, это девятка мечей. А, это девятка мечей. Простите. Да, я, видите, сюда очки одела. Девятка мечей это... Прошу прощения, не десятка. Сейчас говорю про девятку. Это может быть, когда вы о чем-то переживаете, причем зря переживаете. То есть, тут больше надуманного. У вас может быть, кстати, элементарно. Из простого это бессонница. Вы о чем-то переживали. Вот все, на вас напала бессонница. Какой-то небольшой стресс. Говорю еще раз. Это надуманное. Тут нужно не так переживать. Если кто-то сказал, там будет сокращение на работе. Я всегда привожу этот пример. Ну, чтобы было понятно. И вы сразу думаете, все, это меня сократят. Нет, вас не сократят. И не надо так думать. Не надумывайте то, чего нету. Это карта вот страхов надуманных. Ну, из простого это у вас может быть, вот если вы расстроились, бессонница. Вот тут и говорится. Вас ожидают бессонные ночи. Так, давайте достану еще одну карту на совет все-таки. У нас тут такая бессонная ночь. И зачем нам переживать? Кошмары еще, кстати, могут быть по этой карте. Восьмерка мечей. Видите, опять мечи. Все-таки вот немножко зациклитесь на этой ситуации какой-то. Карты. Это восьмерка мечей покажу. Такая красота, конечно. Опять же говорит о том, что не нужно ждать худшего, как тут. А тут говорится иллюзия того, что вы можете попасть в ловушку. То есть вам почему-то будет такое казаться. Это иллюзия. Не попадете. Вам не хватает, карта говорит, уверенности в себе. И боязнь есть у вас принять какие-то решительные меры. Не бойтесь принимать решительные меры. Вы можете. Вот карта силы выпала. Не нужно зацикливаться, делать себе бессонные ночи, переживать, надумывать то, чего нет. Весы. Все у вас получится. Не нужно принимать, не нужно бояться принимать решительных мер. Вот такой вот последний совет по этой карте. Это был ваш второй прогноз весы на неделю с 23 по 29 января. Спасибо за ваши лайки, просмотры. Всего вам хорошего. И до встречи на моем канале.